Большой полярный медведь Когда замерзнет Гудзонов залив, они смогут вернуться на льдины, чтобы охотиться на рыбу и тюлени Сейчас они живут у побережья, голодают и готовятся к охоте У этих могучих охотников нет естественных врагов, которые могут сравниться с ними в силе и свирепости Поэтому они входят в число самых опасных хищников на земле На льду удивительные особенности и основные инстинкты белых медведей Помогают им выживать в самой жестокой экосистеме на планете Нашествие полярных медведей За границей распространения лесов Северной Америки Простирается фантастическое королевство льда и снега В этой части света царит субарктический климат Во время долгих и суровых зим сюда проникает мало прямых солнечных лучей Жить здесь очень нелегко Приспособиться к нему сумели помимо полярных медведей лишь немногие животные Добраться туда нелегко До царства полярных медведей в дикой глуши Можно долететь на самолете-вездеходе Жестокие зимы препятствуют человеческой деятельности Здесь нет дорог и почти нет поселений Гудзонов залив частично покрыт льдом Гигантские льдины дрейфуют в студеной воде Прошлой зимой полярные медведи пересекли океан в поисках берлок и партнеров для спаривания Наступила зима И они ждут, когда залив полностью замерзнет, чтобы вернуться по льду назад Недалеко от посадочной полосы за 58-й параллелью появляются полярные медведи Здесь почти нет звуков Только завывает ветер Укрытые снегом кустарники и карликовые деревья – единственные растения в этих местах Это царство снега, льда и тишины Другой жизни медведи не знают Человек здесь редкий гость, и медведям любопытно Полярные медведи выглядят дружелюбно Но они входят в число самых опасных хищников Чтобы наблюдать за медведями, нашей группе нужно подобраться к ним как можно ближе по льду залива Все лето полярные медведи провели в поисках скудного корма на суше Они похудели и оголодали Кусочки коры, лишайник и редкие грызуны не могут утолить голод высшего хищника Еды было так мало, что медведи впали в так называемую спячку на ходу Мать с детенышем на горизонте вышли из своей берлоги в прошлом году У медведиц рождается два или три медвежонка Но условия здесь такие тяжелые, что только один обычно доживает до года Эта мать учит своего детеныша выживать зимой Она научила его ходить с опущенной головой во время метели И выслеживать добычу по запаху Только те самки, которые растят детенышей, находятся в это время на льду Остальные залегли в берлоги, чтобы родить и выйти только весной Надвигается буря Мать нашла укрытие в сугробе и свернулась клубком, чтобы сохранить тепло Она учит своего детеныша класть лапу на морду, чтобы удерживать теплый воздух Белый медведь отлично маскируется на белом снегу Его выдает только темный нос Когда медведь прикрывает нос лапой, то становится почти невидим Но медвежонок не настроен на сон Он выходит на лед в поисках еды Первые два с половиной года своей жизни Медвежонок будет учиться у матери, как охотиться, находить укрытие и выживать Мать внимательно наблюдает за детенышем Она проведет эти годы рядом с ним, избегая других медведей Особенно взрослых самцов полярных медведей Зимой нередко случается, что голодающий самец поедает медвежат Когда детеныш возвращается во временную берлогу, что-то привлекает внимание его матери Она нюхает воздух У полярных медведей впечатляющее обоняние Они могут почуять запах животного на расстоянии 30 километров Крупный самец уловил их запах по ветру Он направляется к ним Самец намного крупнее матери и детеныша И может убить их обоих, если захочет Бежать некуда Матери придется встретиться с ним лицом к лицу Полярная медведица с детенышем готовятся к встрече, которая может иметь тяжелые последствия Крупный самец почуял их запах и направляется прямо к ним ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самец подходит ближе и зевает, чем выдает свое волнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нередко взрослые самцы, измученные голодом, нападают на детенышей и съедают их. Мать уступает ему в силе и размере и не может отразить нападение, но может усложнить самцу задачу. Пока он приближается, мать готовится к защите. Она не отступит. На кону жизнь ее детеныша. Она демонстрирует свои размеры. Для обоих медведей рана в бою может оказаться смертельной. Медведица дает понять, что готова сразиться. В последний момент самец отступает. Он недостаточно отчаялся, чтобы рискнуть. Мать с детенышем идут к берегу. Самец их не преследует. Медвежонок спасен. На сегодня. Солнце стоит низко в сером небе. Оно едва показывается из-за горизонта. К мысу полярных медведей ведут неторные тропы. В это время года полярные медведи передвигаются медленно, чтобы сберечь энергию. Они шагают со скоростью в 5,5 км в час. Из-за своих размеров полярные медведи расходуют при ходьбе в два раза больше энергии, чем другие млекопитающие. Если медведи будут преследовать жертву более 15 секунд, то израсходуют больше энергии, чем получат от добычи. Поэтому они передвигаются осторожно и полагаются на свое терпение. Полярные медведи спят по 7-8 часов подряд, не считая после обеденного сна. Сохранение энергии для этих медведей важнее всего. Группа медведей у берега наслаждается свежей добычей. Самый крупный медведь в группе убил тюленя, и пища привлекла 12 других особей. Полярные медведи не делят территорию, как их родственники, медведи-гризли. Они только держатся на безопасном расстоянии и подходят к туше по очереди. Температура быстро падает, но медведи проведут у добычи несколько часов. КОНЕЦ В этом климате человек может находиться на открытом воздухе не дольше 4 часов подряд. Даже в самых теплых современных куртках и рукавицах люди не созданы для таких холодов и ветров. Но полярные медведи идеально приспособлены к арктическим условиям. Даже их маленькие уши и хвост удерживают тепло. Толщина слоя подкожного жира этих гигантов составляет 11,5 сантиметров. Кроме того, мех у них двуслойный. Плотный утепляющий подшерсток прикрыт остевыми волосками разной длины. Такая шуба помогает медведям выжить даже в 45-градусные морозы. Мех и жир так хорошо утепляют медведей, что животные скорее перегреются, чем замерзнут. Мех медведей кажется белым, но на самом деле он прозрачный. У волосков нет пигмента, они полые внутри и отражают свет. Под мехом кожа у медведей черная. Она позволяет им максимально впитывать скудный солнечный свет и тепло. Только внутренняя сторона губ у медведей не черного цвета. Туда защитники животных ставят отметку, чтобы в дальнейшем различать медведей в исследовательских целях. Весной и летом, прежде чем животные начнут линять, их шерсть иногда выглядит кремовой или желтоватой из-за жира тюленей, которых они едят. Полярные медведи очень усердно стараются содержать свою шерсть в чистоте, потому что грязная, спутанная или мокрая шерсть плохо защищает от холода. После кровавой охоты медведи плавают, чтобы отмыться. Зимой открытую воду трудно найти, поэтому медведи купаются в снегу. Они трутся головой, ползают на животе и катаются на спине. Основу их рациона составляет кольчатая нерпа, плавающая между льдинами в Гудзоновом заливе. Но полярные медведи не привередливые хищники. Они едят все, что смогут найти. И никто не в безопасности, если самые крупные животные на льду вышли на охоту. В отличие от других, полярные медведи не впадают в спячку. Чтобы поддерживать температуру тела, они замедляют свой метаболизм и экономят энергию, расходуя собственные белки. После еды медведи спят на снегу. Им нужно запастись максимально большим количеством энергии. Ученые полярные медведи появились менее 500 тысяч лет назад и произошли отбург. В процессе эволюции они развили тонкое обоняние, слух, невероятную силу, а также приобрели белый мех и острые зубы. Это самые крупные медведи на планете. Самки весят от 150 до 290 килограммов. Самцы больше в два раза, некоторые весят более полутонны. Самый крупно изученный медведь был размером с небольшой автомобиль и весил около тонны. Ростом они достигают от одного до полутора метров в холке. Их лапы похожи на снегоступы, в ширину достигают 30 сантиметров, что помогает медведям равномерно распределять свой вес. Особенно это важно на тонком льду, где медведи широко расставляют лапы. подушечки на лапах покрыты бугорками, которые не позволяют им скользить. Устойчивый шаг помогает им охотиться бесшумно. Это необходимо, чтобы поймать пугливых тюленей. Благодаря огромным лапам полярные медведи — отличные пловцы. Их передние лапы работают как весла, а задние — как руль. Они могут проплыть 160 километров за один раз. Это единственный вид медведей, которых относят к морским млекопитающим. Они плавают от льдины к льдине в поисках еды. Длительные заплывы в холодной воде требуют много энергии. Медвежатам приходится так тяжело, что они часто тонут от изнеможения. Поэтому полярных медведей выбрали международным символом изменения климата. Из-за повышения температуры в Арктике резко сократилось количество полярного льда. В 2016 году был зафиксирован самый низкий после 2012 уровень льда в современной истории. Безо льда полярные медведи не смогут охотиться, чтобы пережить зиму. С возрастанием расстояния между льдинами сокращается популяция полярных медведей. Предполагается, что две трети их мировой популяции исчезнут к середине этого столетия. Если мы не остановим глобальное потепление в ближайшие сто лет, полярные медведи могут вымереть. На побережье Гудзонова залива под снегом скрывается слой каменистой местной почвы. Он хрустит под шинами, предупреждая диких животных о необычных гостях. Белая сова Самая крупная по весу сова в Северной Америке. Бело-коричневое оперение в крапинку гармонирует со снежным пейзажем. Благодаря этому сова может охотиться незаметно. Чем старше птицы, тем белее становятся их перья. Вокруг заметны и другие животные. В это время года день длится меньше восьми часов. Вскоре дневного света не станет вовсе. серое небо уже начинает темнеть. Эти суперхищники передвигаются по тундре в одиночку и редко сталкиваются с опасностью. Поэтому они ничего не боятся. И любое животное, даже человек, может стать их добычей. В дикой природе эти медведи живут от 15 до 18 лет. В неволе они могут дожить почти до 40 лет. за всю жизнь самки производят на свет пять выводков медвежат. Полярные медведи одни из самых медленно размножающих землекопитающих. Самки достигают половой зрелости к четырем годам. И тогда же обычно приносят первое потомство. Полярные медведи спариваются поздней весной или ранним летом. Но их оплодотворенные яйцеклетки не внедряются до осени. Внедрение происходит, когда медведица находятся в достаточно хорошем физическом состоянии, чтобы выносить детеныша. Медведицы должны весить не менее 200 килограммов, чтобы успешно родить. Самки налегают на еду, а зимой, когда пища в избытке, проводят несколько месяцев в берлоге. В это время года медведицы ищут подходящее место, чтобы вырыть берлогу. Сугробы на холмах или рядом с водой подходят лучше всего. При рождении медвежата весят всего около 500 граммов и достигают 30 сантиметров в длину. После родов матери нужно возобновить охоту на нерпу. Высококалорийный жир в мясе тюленей помогает им вырабатывать молоко для детеныша. Молоко полярных медведей в 9 раз более питательно, чем человеческое. Это место на Гудзоновом заливе замерзает в первую очередь. И медведи проходят сотни километров, чтобы начать здесь охотничий сезон. полярные медведи то постятся, то пируют. Но гармонию найти сложно. При ходьбе медведь тратит в 13 раз больше энергии, чем когда отдыхай. из-за морозов им требуется для жизни намного больше сил. Так что полярные медведи тратят в два раза больше энергии, чем среднее млекопитающее. Поэтому некоторые медведи идут навстречу добыче, а некоторые навстречу смерти. Солнце медленно восходит на севере Манитобы. Только спустя два с половиной часа красные отблески на востоке превращаются в дневной свет. Солнце стоит низко в небе и резко очерчивает скалы и сугробы на горизонте. Полярный медведь ковыляет в поисках пищи. У полярного медведя много имен. По-латыни его называют Урсус Моритимус, что означает морской медведь. В России его называют белым, в Норвегии ледяным. Эскимосы зовут его Нанук. Саамы в Скандинавии не называют его по имени, боясь оскорбить. Среди них медведь известен как старик в шубе. Появляется еще один медведь. Полярные медведи одиночки, но иногда они взаимодействуют с другими особями своего вида. Они играют друг с другом, демонстрируя силу и проворство. Если медведи сталкиваются нос к носу, это знак того, что они ищут еду. медведи тратят много сил на охоту и не всегда готовы делиться. Но если полярный медведь подойдет вежливо и уважительно, ему могут разрешить съесть часть добычи. КОНЕЦ Белые медведи ведут себя тихо, но иногда пыхтят, когда нервничают. В это время года, когда они голодны и ищут пищу, нервничают они часто. Низкое рычание предупреждает, что ближе подходить нельзя. А громкий рев выражает гнев. медведи короли Арктики. Как они скажут, так и будет. Ученые считают, что полярные медведи очень сообразительны наравне с приматами. Из-за суровых условий трудно определить уровень их интеллекта. Медведи столько времени тратят на охоту и выживание, что их когнитивные способности отходят на второй план. В неволе полярные медведи играют, делают выводы и решают задачи. Но в дикой природе у медведей нет времени и сил ни на что, кроме собственного выживания. когда еды в избытке, полярные медведи едят только тюлений жир, чтобы восстановить собственные жировые запасы. Они могут съесть до 45 килограммов за раз. Благодаря высокой концентрации жирных кислот омега-3 в тюленьем жире, уровень холестерина полярных медведей будет ниже после такого обеда, чем если бы они голодали. Когда они бросают еду, остатки с радостью подбирают песцы-падальщики и молодые медведи. Мелкие нерпы становятся добычей для молодых медведей и самок. Более крупных лахтаков ловят взрослые самцы. Во время охоты они ищут наиболее выгодное место. Они часто забираются на торосы, чтобы лучше видеть окрестности. Торосы образуются, когда сталкиваются две большие льдины. Сила удара откалывает большие куски льда и нагромождает их друг на друга, создавая для полярного медведя место для наблюдения за тюленями. Тело полярного медведя не похоже на тела большинства млекопитающих. Они способны переваривать большие объемы жира, терять и набирать большой вес без вреда здоровью. в этом им помогает печень, содержащая в 10 раз больше витамина А, чем у других животных. ученые надеются, что когда-нибудь это поможет найти средства от человеческих заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. полярных медведей убивает не их рацион, а кое-что другое. Расширение добычи нефти в арктических водах приводит к ее утечке, которая вредит полярным медведям. Если нефть попадет на шерсть медведя, то он не сможет эффективно регулировать температуру своего тела. Синтетические химикаты попадают в водную экосистему. Их поглощают ракообразные, которые затем съедают тюлени, а теми питаются полярные медведи. В организмах животных по всей Арктике находят такие химикаты, как полихлоридифенилы. Эти вещества ослабляют иммунную систему полярных медведей, делая их беззащитными перед паразитами и болезнями. Кроме того, они вызывают репродуктивные проблемы, что еще сильнее угрожает хрупкому будущему этого вида. вещества подожди. Величественная красота, выдающаяся сила и удивительная сообразительность полярных медведей сделали их символом Арктики. Величественная красота, выдающаяся сила и удивительная сообразительность полярных медведей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова